Всем привет! Это Натали. Сейчас я нахожусь на самой-самой низкой точке на планете. Это Мёртвом море. На Израильской стороне. Такие горы. Дело в том, что я с удовольствием на Мёртвом море замечательное, но тут поднялся такой сильный ветер. Это очень странно. Сказали, чтобы был ветер на Мёртвом море, но сегодня очень-очень сильный ветер. Может быть, вы меня не услышите, но я буду стараться говорить громко. Вот это море. Если вы видите людей, пающихся там, то можно подумать, что они стоят на ногах. Но на самом деле, центр тяжести выталкивает их из воды, и они, получается, находятся на воде как поплавки. То есть, ни при каких условиях человек не может утонуть, если, конечно, он не напьётся очень много воды мёртвой и солёной. Потому что соли тут очень много. Концентрация соли просто огромнейшая. Например, вот здесь это очень хорошо видно. Соль... Чуть-чуть море вышло на песок. И высохло, и вот уже что получилось. Сколько соли. Доказательство. Возьму маленький кусочек. Ой! Её даже нельзя... Вот где моет рука, и... Вот она. Вот кусок соли. Ну, в общем, такие тут творятся дела. Конечно, находиться на этом море очень... Очень-очень необыкновенно. Так как ты не тонешь, то ощущение такое, как будто ты идёшь по воде внутри воды. Вот. Ну, и вода заканчивается где-то, наверное, стоит на уровне груди человека. Здесь построили такие мостики живые, можно сказать, из натурального материала. Вот они. Которые идут до самой Ордании. Насколько я поняла. Потому что и таких мостиков очень много. Здесь мы как бы следующий, в принципе, не так сильно видим, но он есть. С другой стороны тоже есть много мостиков. Потому что море сохнет, с каждым годом его становится всё меньше и меньше. И надо это как-то предотвратить, чтобы оно не уходило, а не сделали такие бассейны. Совсем недавно. Вот такие дела. Эта вода считается очень полезной для тех, у кого болезни с кожей. Ну, и другие там нервные расстройства бывают, тоже рекомендуют посещать море несколько раз в год. Так что приезжайте и смотрите обязательно Азор ТВ. Пока-пока!